Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 октября, Православная Церковь совершает празднование иконе Божьей Матери Трубчевской. Чудотворный образ из Наровчатской Труицыскановой обители Пензенской епархии. Обитель была знаменита своими двухкилометровыми пещерами, которые превосходили длиной знаменитые пещеры Киево-Печерской лавры. На хранящейся в обители иконе было обозначено, что написана она была в 1765 году монахом Евфимием Спаса Челнского монастыря города Трубчевска Орловской губернии, ныне Брянская область. Предполагают, что икона обители была кем-то подарена. Первые упоминания об иконе доходят до нас с конца XVIII века. Тогда на Наровчат и ближайшие к нему села нашла холера. Охваченные паникой жители пришли к монахам с просьбой о помощи. Крестный ход с иконой, которым все местное население и священники прошлись по Наровчату, надолго изгнал страшное заболевание. С тех пор икона стала почитаться в народе как чудотворная. К ней пошли паломники, да и сами монахи забыли, что такое болезнь. После прихода к власти большевиков монастырь отдали под птицефабрику. Пещеры взорвали, от двух километров подземелья остались только 600 метров. Икону же отнесли в Краеведческий музей, где образ стали использовать в качестве стола и подставки для цветочных горшков. Через некоторое время икона оказалась в подсобке музея, где и ждала своего часа, а точнее 1994 года. Именно тогда служители вновь созданного монастыря, который к тому времени стал женским, обнаружили в документах упоминания о Трубчевской иконе Божией Матери. В музейной же описи музейных ценностей в 1975 году напротив строки «Трубчевская икона Божией Матери» стояла надпись «Утеряна». Но стараниями местного краеведа и журналиста, в то время редактора газеты «Наровчатские новости» Владимира Афанасьевича Полякова, эта икона была найдена в запасниках музея. Ее откопала под грудой рухляди директор музея Маргарита Афиногенова. На иконе были видны лишь глаза Спасителя и лик Богородицы. Остальное было покрыто темно-зеленой плесенью. После такого хранения икону пришлось отвозить на реставрацию в Труице Сергееву Лавру. Но от этого святой образ не потерял своей чудотворной силы. Известен случай, когда в обитель из Саранска приехала больная туберкулезом женщина. Она молилась перед Трубчевской иконой Божьей Матери и, уезжая домой, взяла с собой масло от лампадки перед чудотворной иконой. Дома она с молитвой помазала себя этим маслицем и вскоре получила полное исцеление. Через месяц она вновь приехала на Ровчатский монастырь, чтобы воздать хвалу святой иконе. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священомучеников Дионисия Ареапагита, епископа Афинского, Рустика Пресвитера и Елеферия Диакона, преподобного Дионисия Щепы, затворника Печерского в Дальних пещерах иеромонаха, преподобного Иоанна Хазевита, епископа Кисарийского, блаженного Исихия Харивита, исповедника Агафангела Преображенского, митрополита Ярославского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok